всем привет вы на канале наша жизнь в америке new life it's my life прекрасный солнечный день на улице тепло небольшой ветер на теплые у нас сегодня у нас сегодня среда 4 марта 21 градус тепла но по ощущениям даже гораздо теплее я еду за детьми в школу и хотел с вами поговорить про коронавирус как вы уже поняли из заглавия и вот что например меня волнует если от него как какое-то средство защиты сейчас в интернете очень много разговоров на по теме коронавируса что там 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 заболевания там распространение там возникает паника скупают в аду продукты и прочее вот ну и наравне с этим пишут как защититься мойте руки не трогайте лицо поменьше бывайте в местах большого скопления людей массового скопления то есть вот такие меры предлагаются защиты и укрепляйте ему на иммун иммунитет да вот так я вот хотел немножко порассуждать на эту тему у них тут есть пару минут на это как раз вот можно начать прямо так сказать смойте руки перед едой понятно что руки мыть важно важно чтоб руки были чистые это поможет так сказать защититься от каких-то микробов но мне непонятно как может помочь мытье рук защититься от коронавируса если говорят что он передается воздушно капельным путем или если вы например там кто-то скажем так чихнул на тележку в магазине вы ее потрогали руками и потом руками можете занести там типа в слизистую глаз или потереть там губы лицо перенести на себя окей но если вы до сих пор не потрогали лицо скажем так вот ситуация вы взяли тележку она конечно грязная за нее много кто брался но больной человек за нее не брался и вы находитесь с больным человеком рядом в магазине он где-то чихнул вы это вдохнули как вам может помочь что что вы помыли руки после того как пришли из магазина по мне никак то есть то есть если если в магазине есть человек который чихал то вы по любасу заразитесь быстрее чем вернее быстрее через воздух чем от тележки поэтому я не призываю не мыть руки но мне кажется защита от коронавируса путем мытья рук это то же самое что обед по телевизору вот второй довод не постараться поменьше бывать в местах массового скопления людей хорошо например например возьмем такой случай опять же вы идете в магазин это можно сказать массовое скопление людей но по какому-то скажем так случаю больной человек может не оказаться в магазине где больше всего людей он может оказаться на заправке он может чихнуть около вас когда вы идете за ребенком в школу но я не знаю что можно считать не массовым скоплением людей то есть все все равно ездят на работу например стоят на остановке если у них нет своей машины они это вроде не массовое скопление людей это не концерт это не стадион это не футбол там не хоккей и не какой-то парад это просто остановка да это массовое скопление но это и не массовое то есть вы не можете этого избежать поэтому бояться идти в магазин но тем не менее ехать в автобусе или идти на остановку это тоже самое человек может оказаться зараженный человек может оказаться абсолютно в любом месте он точно также может оказаться и на работе где-то у кого-то например вы работаете там в каком-то институте по факту это не такое уж и большое скопление людей и человек который заражен может работать на пятом этаже вы будете работать на втором вы просто проедете в лифте он с вами почихает и все а вы пропустите хоккейный матч какой-нибудь не пойдете поэтому второй довод не бывать в вместе массового скопления людей я считаю тоже ни о чем то есть не факт что больной человек пойдет смотреть концерт или футбольный матч и факт что этот больной человек по любасу будет ехать с вами в одном автобусе стоять на одной остановке заходить в магазин или в аптеку или где-то на производстве там работа на мазе это тоже массовое скопление людей так что никому не ходить на работу на масс или на тракторный завод и самый такой вот из этих но я не скажу что он глупый ну то что меня больше всего рубит укрепляйте свой иммунитет как можно укрепить иммунитет за один день за одну неделю за один месяц объясните мне я этого не могу понять укреплять свой иммунитет надо было начиная с рождения и по сегодняшний день если об этом не позаботились родители если об этом не позаботилось школы не позаботились дома бабушка с дедушкой вы стали взрослее вы поняли что надо заниматься спортом вы поняли что надо есть здоровую пищу вы ели витамины вы укрепляли свой иммунитет но если вы всю свою осознанную жизнь пили, курили, например, или вели какой-то непонятный образ жизни. Как вы можете укрепить иммунитет за 5 минут, за один день, за неделю? Выпить все таблетки в мире, что ли, блин? Или съесть все лимоны, или съесть весь чеснок? Как можно укрепить иммунитет за короткий промежуток времени? Вот я этого не понимаю. Я согласен с этими тремя поводами, надо прийти домой, помыть руки. С этим согласен. Не ходить в места массового скопления людей никак не согласен. Если руки туда-сюда все равно их надо мыть, и все их моют, то не ходить в места массового скопления людей, ну, я в принципе не понимаю этого. Это может быть, вот вы просто, блин, идете через парк домой, один человек чихнул, вроде в парке никого нету, но он чихнул, блин, ветер подул, и вам прилетело. И как можно укреплять свой иммунитет? Ну, вот не понимаю я. Я считаю, что в принципе, если вы человек здравомыслящий, то вы в принципе всегда заботитесь о своем здоровье, стараетесь по мере возможности там либо есть витамины, либо принимать витамины, и держать свой иммунитет и свой жизненный тонус, и себя, как говорится, в тонусе, и в здоровом теле здоровый дух. Но укрепить его за пять минут, за день, за неделю, пойти резко в спортзал, записаться, я говорю, сесть на лимоны, мне кажется, это не поможет. Это еще может наоборот его, блин, встряхнуть этот иммунитет так, что он не поймет, что делать, и начнет хватать всякую холеру, блин. Поэтому этот, как бы, аргумент, не аргумент, я тоже не понимаю, чем он может помочь. Вот, и поэтому спасение от этого вот коронавируса, блин, будь он не ладен, я не знаю, вот я для себя не понимаю, как от него защищаться. Очень эта вся ситуация, ну, например, меня очень беспокоит. Мне не нравится, что, ну, люди как-то об этом шутят, не понимая на самом деле, какую это, какая это на самом деле проблема. И и вот шутят с этим смытьем рук и со всякой-всякой сячиной, не вкладывая никакого смысла в это, передергивая все. На самом деле проблема очень серьезная, очень жаль тех людей, которые заражены, вы знаете, очень много уже умерло. И, конечно, хотелось бы, чтобы все это было быстрее остановлено. И пугает то, что оно все это распространяется. Поэтому поэтому вот такое маленькое видео пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Поможет ли, как вы считаете, мытье рук, появление в местах массового скопления или не появление, и поможет ли укрепление иммунитета, если вот прямо сейчас начать его как-то укреплять. Это, конечно, будет лучше, чем ничего не делать, чем не делать спорт, например, чем не есть витамины. Ну, я повторяюсь, мне кажется, укрепить иммунитет мгновенно, ежесекундно, это не то. В общем, пока я все это вам рассказывал, забрал детей из школы, появилась новая новость, Каламбур. В общем, такое сообщение в штате Вашингтон губернатор объявил о чрезвычайной ситуации. Там два человека умерли от этого коронавируса. И в Калифорнии сейчас 8 тысяч пациентов обследуются на этот коронавирус. Вот. Так что самое главное, берегите себя, будьте здоровы, берегите своих близких и будьте здоровы. В общем, пишите Ваши комментарии. Я думаю, еще будет хорошо, если Вы зайдете на вкладку сообщества на главной странице и проголосуете. Там я сейчас приготовлю голосование по этому поводу. И давайте обсуждать все это дело в комментариях. я вскоре запишу еще один ролик на эту тему. Скажем так, ролик будет, наверное, скорее всего, называться «Был ли запрограммирован коронавирус?» откуда он пришел, как он появился, кто об этом знал и что это такое. Ну вот вроде и все. Не забудьте обязательно подписаться, поставить колокольчик, поставить лайкос, колокольчик обязательно, чтобы не пропустить следующую серию. Ну и все. Вы были на канале «Наша жизнь в Америке» «New Life is my life» и мы с Вами не прощаемся, потому что в любой момент можем увидеться в интернете одним нажатием кнопки. До встречи. Bye-bye. Субтитры подогнал «Симон»